Как будто мы дома у нашего друга, сына олигарха, Рамзан Ахматочкин или Ахмат Розаныч, герой России. Да, привет. Классно вообще на самом деле, что шикарное, шикарное месте, супер прям интимная атмосфера, и значит, можно что-нибудь послушать умное и веселое, немножко грустное, но тем не менее и непреднекорректное, наверное, может быть. Привет, меня зовут Римья, Воронин, я, значит, музыкальный журналист, всю жизнь только и делал, что… Это было поддерживаться, потому что я музыкальный журналист, бывший, бывший, наверное, музыку не кормит, особенно в журналистике. Всю жизнь, значит, интересовался танцевальной культурой, танцевальной культурой не танцевальной культуры, а танцевальной культурой диджейской и все такое, я считал ее культурой и считаю до сих пор ее культурой. С Пашей мы делаем издательство «Белый яблоко», в котором мы издаем классные книжки про, значит, всякие диджейские дела, хип-хоп дела немножко, и вообще, конечно, про культуру, сам ее интересуюсь, это ДТП, и, соответственно, мне долго пролетало, что вот, значит, мы должны выходить в новую аудиторию, вот есть танцоры, а я с танцорской тусовкой никак не соприкасаюсь, я еще первый раз, значит, и вот, можно сказать, в этой… соприкасаюсь с вами, вот, и как-то, значит, мы… мы выпивали, но мы не выпивали, но, короче, сидели дружеские, значит, так получилось, что у меня оказалось какое-то количество танцоров, в том числе и свет, и они говорят, а что, давай, что-нибудь ты расскажешь, то, что я человек такой с гуслями, балагон, и люблю рассказывать историю, сам собираю, рассказываю, ну, и вообще, бесплатно делиться, информация, она нужна для того, чтобы ты что-то получил, переосмыслил, рассказал, кто-то кому-то что-то как-то передал, и, соответственно, таким образом, наверное, мир станет лучше, умнее, добрее и интереснее. И, соответственно, я подумал-подумал, говорю, давай, что-то ты расскажешь, потому что танцоры только танцуют, про музыку они не разбираются, по культуре тоже не разбираются и вообще ни в чем не разбираются, просто танцуют, и давай, что-то ты расскажешь, ну, почему-то не рассказать, ну, конечно, давайте расскажем, вот. И я довольно быстро придумал тему про танцы, про танцы как символ свободы, тем более, это очень резолирует с нашей сегодняшней ситуацией, свобода ценится тогда, когда она особенно ценится, когда во время несвободы. И я подумал, что почему бы нет? И действительно, не притягивая за уши какие-то факты, я подумал, так прораскинул в уме и подумал, что действительно, на самом деле, танцы всегда как лакмусовая бумажка, именно танцы, как лакмусовая бумажка с обществом, в котором нормально в обществе все, или проблемы в обществе, в обществе вообще, в обществе вообще. И, соответственно, выстроил свою историю сегодняшнюю на видео, одна только фотография, все на видео, чтобы было вам понятно, буду рассказывать и показывать. И примерно стоит. Почему стоит? Естественно, бить танцевали всю жизнь. Как тут, значит, когда первые пятикантеры, наверное, начали бить палочками по камням, значит, тут, наверное, видимо палочки начали что-то там припрясывать, как это примерно показано в фильме «Стенды Кублика» «Космическая с 2001 года». Но мы так вот, значит, проедем дальше. И, между прочим, те же танцы, как «Полька» или «Вальса» или еще что-нибудь, они тоже там в свое время, значит, более старшим календарь, и, господи, какой разврат, все деградирует, и вообще молодежь очень непонятно куда катится. Так что это всегда это было. Но конфликт отцов и детей, который Тургенев в конце 19 века писал, и как бы ярко достаточно писал, он наиболее ярко случился, когда поп-культура появилась. Она появилась в начале 20 века, когда активно начались пертрубации, технологии, шагнули, появилась звукозапись, появились всевозможные открытия, ежегодно что-то там случилось, начала меняться мода, и, соответственно, каждое новое поколение, оно преобразительно отличалось от предыдущего. Это вот как бы поколение, это сейчас мы такие говорим, вот это бумеры, там это зумеры, это, значит, поколение икс, это поколение еще какое-то, альфа, бета, и чуть-чуть потерянное поколение, т.д. и т.п. все это появилось только вот примерно, ну, наверное, незадолго до Второй мировой войны, ну, в 20 веке точно. И танцы, именно такие, как «Части свободы», они возникли вместе с джазом. Сегодня это выглядит как какая-то, значит, дичь, но это вот на самом деле первые джазовые ансамбли, первые джазовые коллективы, вообще джаз когда появился, это было, ну, наверное, шокировало общество настолько сильно, что даже когда Джон Лайнан вместе с «Экспистолс» впервые послали нахрен, точнее не нахрен, а пожестче послали в прямом эфере британского телевидения ведущих, то есть, когда вы какие-то тут говноеды и абсорсы, а мы типа вас не любим, и британское общество прецервативное, оно такое, вы кого нам показываете или откуда, из какой дурдом его выпустили. То есть, когда панк появился, он довольно сильно напугал людей, но до панка был джаз, и джаз это был вообще еще круче, чем панк, потому что, значит, во-первых, до этого, то есть, музыкой занимались белые люди, танцевали белые люди, ну, мы говорим сейчас про высокую культуру, а тут, значит, появляются какие-то негры, негр тогда не являлся ругательным словом, появляются негры, скучат по барабанам, значит, дудят какие-то дурки, все громко, короче, «пожар в джунглях», что называется, и появляется, это появилось там в Гарлеме, точнее, появилось после гражданской войны, американской и гражданской войны, когда бежали, проиграли, осталось много, побросали свои музыкальные инструменты, тогда у каждого полка должен был быть свой собственный оркестр, марширующий оркестр, и негры, они не умели, естественно, не знали музыкальную грамоту, они начали разучивать, играть марши на слух, перенимать, естественно, у них это не получалось, но у них это получалось фанкующая музыка, почему про черную, значит, black music, черную музыку так много говорю, потому что вся музыка, про которую сейчас будем, сейчас я буду рассказывать и показывать, это такое интро, она вся, значит, это вся абсолютно черная музыка, вся придумывалась там джаз, хит-хоп, техно, хаос, диско, рок-н-ролл, вообще все, все придумано было на черной музыке, местной черной музыке. И вот, соответственно, деревенская меднота в Гарлеме и в Мемфисе на юге Америки, значит, вся музыка пришла, танцевальная музыка пришла из Америки, и вот она, значит, где-то внутри себя, в лачугах своих на вечеринках, где варили дешевый самогон, от которого можно было слепить, настолько он был крутой, постепенно возникала эта музыка под названием джаз. И из-за того, до первой меры войны, в 1111 году, белые люди услышали, вау, чей-то такое, ну, я не знаю, представьте себе, что-то громко какой-то стоит, для вас это совершенно, вы до этого слушали оперу, вы до этого слушали, я не знаю, играли на пианино, и все такое. А здесь, короче, веселые негритосы, играют на узон, сами пляшут, и ты думаешь, вы вообще нормальные или нет? Но, тем не менее, почему-то это цепануло. Появился, даже не джаз сначала появился, а из «Аректайм», и из «Аректайма» появился джаз. И вот, соответственно, случилась Первая мировая война, в Америке она ее не задела, и, наверное, мы смотрели фильм «Азо Мурмана» и «Великий Гэсби», и видели вечеринки. И вы знаете, вечеринка, говорила с аундтреком, был джаз. Джаз к тому моменту это уже, это еще такая музыка, которую не принимала старшее поколение. И вокруг джаза, в негритянской среде, возникли первые танцы. Про фокстротов, скорее всего, слышали, что вот есть такой жанр, фокстрот, окей. Но фокстрот, я сильно тоже понял, есть фокстрот какой-то. Оказывается, что вокруг джаза сформировалась целая куча всевозможных жанров под названиями фокстрот, тёрки-тот, гризли-бир. Соответственно, они все назывались… Фокстрот – это пробеж колесы. Гризли-бир – это, значит, походка медведей. Соответственно, танцы пародировали движения животных. И, соответственно, эти танцы не приветствовались старшим поколениям. Они считали, что это полный разрад. Что чёрные, значит, ребята, ещё сегрегацию никуда не делась. Нельзя было, значит, чёрным танцевать с белыми, белым приходить на вещей к чёрным. Это всё не одобряло сообщество. Но, тем не менее, в 20-е годы джаз становится абсолютно доминирующей силой. Это музыка 20-х годов, как-то бушующие 20-е, ревущие 20-е, вплоть до 20-х годов, когда случилась великая депрессия в Америке. Тут я буду много говорить про Советский Союз, который уже тогда существовал. И у нас сначала джаз любили. Некоторые говорили, что это очень круто. Потом, когда уже стала такая, значит, Сталин, ну, когда Сталин пришёл к власти и сказал, что, как бы, ребята, надо как-то более аккуратно и всё такое, за джаз, ну, реально джаз не одобрялся. Тем более, танцы такие не одобрялись. Хотя Факстрот всё-таки на целом. Потому что он был самый, ну, как можно сказать, невинный, в невинных формах. И вообще про секс, про завлечение партнёра и т.д. и т.п. И вот сейчас я вам покажу. Сейчас тело у меня тут есть. Сейчас. Да. Сейчас. Да. У нас сначала считали, что, и как повторится, потом еще несколько раз, сначала джаз относились легко, потому что считалось, что это музыка убьетаемых чернокожего населения, капиталистами убьетаемых. Но потом, у нас же здесь постоянно, то квадроберы сегодня бах, и они, значит, враги государства. Завтра они бах, и, значит, классная история. Вот. Соответственно, так случилось, что сначала это действительно было городская беднота и капитализм не давать эту службу. Это, кстати, заметно. Есть такой фильм, Коренович Назарова, есть джазы, где там, значит, они приходят, пытаются строиться в советскую эту номенклатуру. И им говорят, что джаз, о, джаз, это же классная история, это борьба против капиталистов. Потом меняется, меняется где-то там политика, и они говорят, нет, джаз – музыка толстая. Потому что считалось, что толстых, в смысле, капиталистов, живых там по полу стрит, и все такое. Потому что джаз стал самой популярной музыкой именно вот этих богатых людей, которые ее слушали. Как это мы будем слушать? И вот, соответственно, что такое джазовый танец? Вот эти вот все Торки-Ток, Грязли Бир и Фокс-Фокстроты – это, значит, не оригинальная, значит, это не оригинальная, господи, не хроника, но это кадры из мизикла, под названием, фильм, по-моему, называется «Отлетевший» или что-то… Не стучи по камню, если говорить. Короче, на дольском переводе он называется, по-моему, «Отлетевший». И, соответственно, здесь показываются сразу все джазовые танцы, и сразу все танцуют. Это 50-х годов фильм «Время рок-н-ролла». И здесь посмотрите внимание, обратите внимание, как реагируют на… А здесь, что происходит в последних годах. И посмотрите, как реагируют взрослые, и как реагируют сидящие рядом подростки, где-то там по 17-18. Посмотрите, как танцуют. А когда это действительно 沒有 verse «Fanerion», там в представлении. Как бы она сегодня ни смотрела, Сначала эта дико сексуальная, дико разгузнанная музыка считалась тогда, что это, ну, женщины не дадут, смотрите как. Депутат Госдумы, скорее всего, вылетел сейчас. То есть, женщины так танцевать не должны, считалось, это общество. Как бы женщины, кого спросили. И советских функционеров, именно вот это, значит, когда зазирали ноги, кан-кан-кан-канцевали, еще что-то, для них это было, ну, блин, как так можно? Они краснели, пыхтили, бледнели. КОНЕЦ Да. ТП Учина КОНЕЦ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. Ну вот, это уже, да, до начала они танцевали. Происходило, видимо, в следующем выборке, что вот чернокожие молодые люди на обоих полов встречались где-то там, то есть здесь там все белые, да, 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 и белые, то есть белые услышали, почему у черных американцев все время белые все у нас украли. То есть это тянется очень оттуда все, потому что действительно они все придумали. Пришел какой-то там условно-мероумный хваткий композитор, например, Александр Грэмбелл, ой, Александр Грэмбелл, то есть первая джазовая запись существующего винили, это запись белых музыкантов, которые послушали в гадеране, как играют черные, просто долбят, там, значит, дудят и долбят. Они говорят, блин, как это круто, мы тоже как хотим. И, соответственно, они вот, значит, записали первую джазовую пропозицию. Александр Грэмбелл, Александр Грэмбелл, как-то, что-то там, ну, короче, первая джазовая запись в 1911 году. Вот. И какое-то время они даже, а, нет, это я уже немножко путаю, это когда даже черные люди, амбликанты, они пытались быть белыми артистами, красили мукой для того, чтобы тоже быть, для того, чтобы, блин, ну, короче, круто белое, ты не пробьешь это. Эта сегрегация царит в США, и, соответственно, как бы просто тебя не пустят в гостиницу. Были, как бы, часто, часто была история, что вот есть, значит, радиостанция, куда, где играет черная музыка, но черный вход совершенно не там, где заходят белые. Соответственно, такая была ситуация, вот. Но здесь я нашел еще следующее, значит, дальше все это развивалось. Джаз распадал, как вот, как ауф-музыка, техно, распадалось на множество подстилей, поджанров, которые уже мало песен не касались друг с другом. А, значит, джаз тоже так же начал развиваться, появился ритм и блюз, точнее появился блюз, блюз. Блюз пели сборщики хлопка на плантациях на юге Америки, рабы, рабство еще никуда не делось, существует рабство. Оно обменилось только, по-моему, в 50-60-х годах на юге Америки. Они пели блюз. Например, один из, и белые ездили по, звукозаписи так появилась, как появилась, индустрия звукозаписи, они ездили по плантациям и слышали просто, как кто-то что-то там поет, например, из бутылка самогона, ставили бутылку самогона, тот им что-то пел, они записывали и, соответственно, потом куда-то ехали, печатали пластинку и так появились, ну, как бы так, блюз. Все первые блюзы, это же чисто черная музыка, соответственно, все эти, ну, множество великих блюзовых. Например, один из выдающихся блюзовых музыкантов, которого зовут Роберт Джонсонс, которого, в честь которого называли знаменитый клуб, потом, много лет, миллион лет спустя, во Франкфурте техноклуб, он называемый Роберт Джонсонс, он просто сидел, пел во дворе, он, как бы, значит, что-то пел на своей поломанной детали, это было настолько круто, и осталось от него только там несколько записей, потому что пока его записали, уехали записывать, уехали выпускать, ничего, естественно, никаких рояльцев не давали, вернулись, типа, надо, это же великий какой-то человек, которого мы услышали буквально во дворе какого-то дома, а другого били, ну, там, где-то в пятасовке, по пьяни друг друга не завязали, буквально русское начало. Вот, но тёрные, значит, продолжали, всё это продолжало революционировать, музыка ускорялась, и в тридцатые годы возникло ещё одно, то есть возникло множество там разных направлений, свинг, свингующий музыку, свингующий ритм, который оттуда всё пришло, то есть даже если в хаосе, в техно начинает свинговать какая-то музыка, это ритм, то это, типа, великая какая-то история. И, соответственно, появляется такое название среди чернокожих, это, наверное, первые танцевальные бабы, то, что вот про дедушки, про бабушки, того, чем вы занимаетесь вы, это субкультура танцевальная, чисто танцевальная музыка, то есть даже это не музыка, а чисто танцевальная культура. Их они называли джетербаки, то есть собирались где-то у себя тоже, опять же, во дворах, в кафешках, там ещё где-то, и устраивали танцевальные побоище, нужно сказать, баттлы, баттаться друг между другом. А потом они, это вот 30-е годы, это сложная экономическая ситуация в Америке, в мире сложная ситуация, и, соответственно, можно посмотреть на ютубе, там есть какие-то, их немного снимали, но туда приходили просто посмотреть, как они танцуют, это реально, ну, уровень гимнастический. И вот тоже нашёл я видос, значит, играют и танцуют чисто чернокожие музыканты и танцоры, и они вот именно джетербак, джетербак, они танцевали под очень быстрый ритм и блюд, который потом, ну, я попозже вам скажу, вот смотрите джетербак, как они танцевали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 Музыка тоже неодобрительна, там Астана, музыка про секс, слова такого тогда тоже не было еще в обиходе. Соответственно, нельзя эту музыку, вы не могли не услышать. И в гитлеровской Германии. Я единственную фотографию покажу, опять же, там тоже музыка доходила, потому что Германия находилась все-таки в Европе. Радиоволны, радио уже как главный носитель распространения, как сегодня интернет, так в 30-м году было радио. Можно было слушать, заловить какие-то радиостанции и что-то слушать. Поэтому, наверное, самый яркий, самый трагический пример того, как крайняя музыка, как танцевальная музыка настолько взбесила, значит, людей, которые ее не понимали, но у которых была власть, в Германии к власти к тому моменту уже пришли нацисты. И они запретили вообще всю современную музыку, всю современную культуру, назвав ее дегенеративным искусством. Даже происходили выставки дегенеративного искусства. Они запрещали немцев своих, великих классиков, значит, современное какое-то искусство. Они запрещали, они ненавидели музыку и творчество чернокожих. Гитлера взросленно колбаснуло, когда бегун, забыл, как его звали, чернокожий бегун победил на Олимпиаде в 1-м 1936 году. И он не мог его руку пожать, потому что он не мог сказать, как ты, чернокожий обезьяна, что ты там можешь делать. Тем не менее, музыка все равно звучала, она проникала через барьеры, через железный занавес, через тоталитарные запреты. И в 30-х годах свинг, джаз был настолько популярен в мире среди молодежи, что даже это слушали в Германии, потому что хотел танцевать. Ну, особо не потанцуешь, не знаю, под польку, под какой-нибудь, или марш тоже, как бы музыка не танцевальная. И там возникла субкультура. Даже как только пришел Гитлер к власти со своими нацистами, Геббельс выпустил специальное заявление о том, что вся музыка чернокожих, вся барокультура запрещается, она является генеративным искусством, это слушать запрещено. Но там были люди, которых они уже пёрла эту музыку, они слушали, им понравилось. Почему понравилось? Неизвестно, просто хотел танцевать. И возникло сообщество людей, которые потом в немецком языке, с немецкого мы его перевели на русский, оно как бы звучит, как будто это было сообщество, как культура. Это было так называемые свинки, свинг-югельты, то есть свингующая молодежь. Это не было какой-то, значит, я не знаю, это был Гитлер-югельт, а был свинки нет, и там что-нибудь хватает, пионеры. Нет, это просто были люди, которые слушали музыку. Например, в Советском Союзе у вас не мог быть микрадиоприемник, потому что вы мало ничего могли слушать, поэтому все приемники находились на учете у тех, у людей в погонах, могли слушать пропаганду. А в Германии до этого не додумались, не успели им дойти руки, и кто-то слушал радиостанции, радиоволны, значит, из европейских, значит, приходили какие-то пластинки с американской музыкой, они танцевали. Они танцевали до середины 40-х годов, когда Германия со всеми воевала, это был абсолютно фашизм. Я сейчас покажу вам просто, можно сказать, почти память, почему бы нет, я же помню, смелых людей, которые танковали. Сейчас покажу. Вот. Это свинки-югельты. Ну, ребята, молодые ребята, лет по 20, может быть, которые, значит, что они делали? Они просто одевались модно, ходили, если все ходят в военной форме, а они ходят в плащах, и подражают американским звездам, каким-то джазменам и прочим-прочим. Они слушали музыку американскую, джаз, свинк, запрещенный. Тусовались дома, в домашней вечеринке. Как вы видите, здесь надписи какие-то. Это все потом взяли из дела в гестапо. Соответственно, их забрали в гестапо, они все померли, умерли. Ни кто из них не выжил, они все погибли в концлагерях. Просто потому, что они слушали свинк, музыку дивернатиру. Это просто специально для того, что иногда танцы настолько… Это крайняя форма противостояния государства, которые типа мы за традиции, за ценности и т.д. и т.п. За это они могут расстреливать, убивать людей, которые слушают то, что, не знаете, дедами их не назовешь. Всем этим Гитлером, правда, было лет 50. Соответственно, каким-то старшим поколением, которое считалось, что… Такая вот история с печалью. Но немцы уже понимали, что с Гитлером понимали, что сделали. Германия проиграла Вторую мировую войну, слава богу. Дальше поехала история дальше, наша веселая. Что появилось дальше? Сейчас, я на таком… Не умею с микрофоном как-то контентный этот говорить. А я сегодня на вздохе говорю. Так вот, в 50-е годы появляется, значит, вот этот вот ритм и блюз, продолжает свою эволюцию со свингом, продолжает свою эволюцию, и возникает новая форма в начале 50-х годов. Название, которое он дает радио-шоу белому из «Жокея», и звали его Алан Фрид. У него было радио-шоу под названием «Чего-то там рок-н-ролл». Вот. На русский непереводимо. Все так знают «покер-н-ролл» или «покер-н-ролл». Все пляшут. Вот. Соответственно, как он выглядел, наверное, вы знаете. Начальное явление. Как вы тут собрали? Сейчас я вам покажу. Так. Хоп. Так. 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 Это рок-н-ролл, и это уже белые поют. То есть невеспресс уже случился. Но... Значит, рок-н-ролл играют в 50-е годы. – Гомотныйamamный пот Paras Продолжение следует... 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 Вечеринки таки устраивались. Надо было знать, куда приходить. Там люди социально ракировали под пластинки. Появились стиляги, которые хотели вырваться из этого серого быта советской послевоенной жизни, мрачного. Если не смотрели фильм «Стиляги», посмотрите, там довольно хорошо показано жизнь и разочарование этих людей. И кто это был, и что это были за люди, с любовью был снят фильм. И, опять же, за торговлю, не то что за торговлю, а за обладание. Во-первых, если вы у вас находили эту пластинку, кто-то доносил в комитет комсомола или в пионерскую организацию, куда-то доносил на вас, вас потом прорабатывали, говорят, ну ты что делаешь? Типу, ты вот, Петров, тебе нельзя, потому что враг ищет слабое звено. В конце концов врагов были, там уже воевали, уже как воевали. Была холодная война с Америкой, а тут из Америки проют одно за другим, одно за другим. И вот, соответственно, можно было получить, сажать не сажали уже, но хотя, если ты торговал пластинками, спекуляция на наказанность, ты мог навести на пару лет и, как минимум, мог сберегить в Каллогию. Многие прошли, и те, кто сегодня являются какими-то известными музыкантами российскими, немногие, но кто-то прошел, на Синспич, например, он сел, посидел за эту историю, за спекуляцию. И не успели, а дальше же, мы ходим по культуре, раскручивался все быстрее и быстрее, и начали появляться все больше, все более новые музыкальные стили, один-другого краша. И, значит, русские идеологи не успевали, советские идеологи не успевали на это никак реагировать, потому что, ну, у нас вот что, у нас есть Людмила Зыкина, там, Выпаднёк, есть, там, про Родину, там, про Ледино, там, ещё что-то там. Там что-то степляшки, молодёжь надо охранять, для того, чтобы не проникла зараза, иначе кто, кого же мы воспитаем-то. И так, например, и государство уже было не таким жестоким, то есть оно оставалось жестоким, но оно было не таким жестоким, тем не менее. И вот, например, как пример, в 66-м году выходит, значит, нет, в начале 60-х годов появляется на Западе очередной новый танцевальный стиль, это не музыка, а танцевальный стиль под названием «Твист». Он становится дико модным. Считается, что этот жанр был придуман в одном из лондонских клубов, куда приехали на гастроли танцоры какого-то очень известного, значит, хореографической группы, американской, приехали, и просто ради прикола что-то там, значит, танцовали на танцполе. Просто там, значит, люди-то голубые танцуют, и с бацали там что-то. Так появился «Твист». Считается, что это было так. Он, значит, бурей пронёсся по танцполам Америки, все прогнозовали «Твист». Советские идеологи на это реагировали. Реагировали, опять же, если вы видели Хрущёва хотя бы раз на фотографии, можете себе представить, вот, и знаете примерно, что такое «Твист». Как человек мог, значит, это фанковая музыка, а это не фанковый человек. И как они могли совпасть? Никак они не могли совпасть. И вот, значит, этот вот правитель страны, Советов, назвал, значит, людей, которые танцуют под такую музыку, он их называл просто «Секта Тресунов». Вот это очень хороший, это «Секта Тресунов» какая-то, значит. Он такой умел вернуть, значит, «Красное Знавцо». Но, тем не менее, всё-таки советские… До нас мода доходила медленно, всё-таки сложно себе представить, что, например, там всего там через пару лет можно уже было танцевать «Твист». А сейчас это… Ну, тогда и моду менялся так быстро. Но, тем не менее, «Твист» официально разрешили тогда, когда он официально на Западе уже стал не модным. Зато у нас можно было танцевать. И это было большое… Значит, а как его разрешили? А разрешили его следующим образом. Вот так. Ну, и что, знаете, смотрели. Это было дико модно. Носком правой ноги вы давите аркурок. Вот так. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Второй путь. Второй путь. Вы давите носком левой ноги. Через шутку вы давите вместе. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Музыка Александра Цайфера, который действительно сделал такой фронолог «Твиста». Посмотрите, как они танцуют. Вы диджей, наверное. Я говорю& А дальше случается история, тотальный взрыв популярности, но, опять-таки, очень интересным случился в 70-х годах. И главной музыкой 70-х годов стала диско-музика. Как она возникла? Жанра такого не существовала. Была придумана через селекцию дизжакель, которые играли в небольших клубиках. Клубики эти располагались примерно в таких лофтах. Ставили они все, что не по пути. Танцевальной музыки так таковой тогда не было. Написали танцевальную музыку. Рокер-ролл тогда уже был неинтересен. Были там Битлз, рок, еще что-то. И вот из какой-то мешанины первые, там, несколько первых годов 70-х годов, они выходили в углу и, соответственно, люди приходили танцевать. Примерно в 74-м, 75-м, 74-м году американские продюсеры начали писать диско-музыку. Причем американская диско – это музыка, которая прямиком движется от таких спиритуэлсов. Это вот когда тоже, наверное, видели где-то в фильмах, там, можно сказать, жилье видели. Все, значит, воскресные службы в церкви, в южную церковь, где чернокожие. Они вот поют, там все, значит, в зон играют, все, значит, поют, хвалят Бога и т.д. И вот эта вся идея, значит, на чем выросли американцы, они все, все это воплотилось в диско-музыку. И американская диско-музыка, она с гигантским, конечно, инструментом, с гигантским, то есть с вокалистками, огромным, там, может быть, ансамблем целым. То есть то, что мы считаем диско-стучащая музыка, это уже были придуманы европейцами, как говорили, синтезаторы и т.д. и т.п. Но в конце 70-х уже стала такая... А, и еще же диско – это музыка меньшинств, не только расовых меньшинств, то есть сексуальных меньшинств. Прежде всего это была музыка геев, это музыка была чернокожих и испанцев. Но бедные туда не ходили, потому что поначалу не ходили. И танцевание тогда же случился такой разрыв, наверное. До этого всегда были пары – мальчик, девочка танцевали. А теперь человек танцевал впервые, он танцевал сам по себе. То есть он танцует, там, не знаю, дискобол крутится, он там танцует и просто наслаждается жизнью. Соответственно, даже в литературной газете Генри Боровик был такой, значит, журналист, международник. Он побывал в студии 54 в 70-м году и сказал, что, блин, это музыка одиноких людей, потому что они все танцуют по-одиночке. Надо же пару танцевать с женщиной и вести ее, а все танцуют кто как может. Вот, а здесь я пока решил показать гениальный совершенно отрывок, очень хорошо показывают, во-первых, танец. А тогда танцевальная музыка, она все-таки, то есть люди учились танцевать. И, опять же, фильм «Лихорадка субботнего вечера». Молодой Джон Траволта, это одна из его первых раней, показывает. Он играет здесь итальянца. Итальянцы тогда, металлоамериканцы, полубандитские ребята и мачо. И они, соответственно, танцевали для того, чтобы завладеть вниманием женщин. А здесь танцевальный конкурс, в одном из клубов Бруклина. И вот он выходит для того, чтобы показать, кто есть кто. То есть танцует Джон Траволта, тот самый сегодня известный голливудский суперзвезда. И танцует под музыку группы Bee Gees, We Shall We Dance, ты должен танцевать. Грэг стал американцам. Эй! Продолжение следует... 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 И он, когда был в Бронксе, увидел, как танцевали брейгдансы, что-то такое вообще, это очень круто. Ну, где-то вот наша новая музыка, наш новый жанр. Мы вам тут не покажем, потому что вы белые, у нас все упрёте. Идите отсюда. Ну, где-то не оттуда. Но белые все равно упёрли. Тем не менее. А это, по-моему, из фильма «Вайлд стайл» или «Битва улиц» или «Вайлд стайл», один из первых фильмов про хихо-культуру, где, значит, ребята приходят на клуб, на вечеринку для того, чтобы надавать жопу своим конкурентам. И, соответственно, одно из первых появлений брейгданса на больших экранах, которое привело к гигантскому росту популярности этого жанра в мире. Посмотрите, как это было. Какой-то… это ранее музыка. Не электронавязывающая, но вообще-то электронавязывающая музыка. Все, конечно, на адском стиле. Вот вашsted doll Nyli-titãтш и, по главному видео. Играет музыка Играет музыка Медр börяну. Продолжение следует... 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 В Германии ГДР, как вы знаете, был коммунистический, а в ПРГ был динкартический, западная Германия была там, а эти были, условно говоря, за Венин и коммунизм. И так там, в 1980-е годы, случилась очень интересная история. Они собирались на Александр Плац, это площадь в центре города, и скейтеры и брейкеры тусовались на этой площади, в центре города, как у нас, на Красной площади, на Пушкинской, в центре города. Эти, значит, менты, штази, агенты безопасности таскали молодых людей в кутузку и говорили, вы что делаете, так нельзя, нарушаете правопорядок, это пятое-десятое. И в итоге как бы пытались, попытались брейк-данс запретить. На что очень интересная формулировка была органам власти. Им сказали, вы знаете, говорит, ну что это каталистическая вунция. Они говорят, да нет, молодые люди нашли правильную формулировку. Они сказали, нет, вы поймите, что чернокожие население, угнетаемое капиталистическими массами, значит, работая на заводах Форда, пытаются, у которых отнимают, значит, роботы отнимают работу, они сходят с ума. И они когда сходят с ума, они начинают повторять эти движения, пытаясь, ну короче, таки, ну ладно, сказали, значит, функционеры БДР, мы разрешали вам, потому что брейк-данс – это танец за борьбу, за поражение капитализма. Говорили, то есть ей разрешили, и в БДР была очень сильная школа брейк-данса, в России, в СССР этого не было. Но, там, блин, была все равно тусовка, и она зародилась в, опять же таки, среди молодежи, у тех, кто мог смотреть эти фильмы, 99% населения молодежи вообще про это ничего не знало, о видеонакофоне тоже не знали, а те, кто знал, что-то там мучились. Модные люди сбивались в кучи, и впервые, впервые это было показано в фильме, значит, опять же, «Калена Шекназарова», в фильме «Курьер», все увидели, что такое брейк-данс, где под трек, который был написан с хип-хопером, как его зовут, по-моему, этот, Хэрби Хэнкок, вместе с хип-хопером, не помню как, Хэрби Хэнкок, «Рокет», но, тем не менее, советский зритель смотрит впервые, вау, оказывается, молодежь, что делает в советском? Ну, это же прогрессивно, скажем, прогрессивно, так, модно. Среди них там было много фальцовщиков, даже Александр Получин, будущий биджей, тоже как это есть. Нарезка просто хорошего, особого показывает. Нарезка просто хорошего, особого показывает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Конечно, никто не танцевал так в Советском Союзе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Александр Назаров вспоминал про эту историю, они этих брейкеров собирали по всей Москве, а вот сколько их тут есть, все, кто танцует, они все здесь, там все в 20. Просто кусалось. Ну, вот, соответственно, например, Хэрби Хэрби, джазовый музыкант, которому очень заинтересовала новая музыка, построенная на Little Breaker, попросил скритчи, ему очень заинтересовало, как диджеи с помощью пластинок делают вот этот жик-вжик, и получается, что это новый музыкант, вот эти все скритчи, скритчил диджей DXT, такой был, значит, тогда это очень важно было обращаться с винилом, в смысле, делать из винила нового пластинок, и с буквально сделать третий трек, вот, соответственно, считается, что там вот это вот то, что сейчас трек, который звучал, он, в принципе, джаз, ну, как бы, но это не такой новый джаз, прогрессивный джаз, да, там кто-то пишет, но это, в принципе, такой электро, потому что, во-первых, эти два машины, вот, опять же, идет тот же самый ритм, ну, и просто сверху, и, соответственно, тут все есть, тут и электро, и хик-хоп, да, есть джазовые какие-то вещи, вот эти, на синтезаторах, ты-ты-ты-ты, то есть, в принципе, соответственно, брейк-данс, и вот, значит, это было очень популярно, лично я настолько уже стар, что я помню, когда я увидел первый раз в жизни на дискотеке держать брейк-данс, иногда люди танцевали, это было, я не знаю, ну, я под дипешмот, я не знал, что это был дипешмот, но они танцевали, значит, делали роботы, это было, я вот, у меня был там 8 лет, и я вот так стоял, смотрел, пацаны двигали, для меня это были небольшие жители, которые, ну, не знаю, одно из моих, видимо, с того момента меня бабахнуло, я с этими диджейами всю жизнь теперь и в вашем, господи, вот, но, тем не менее, это было очень круто, и это был, вот, фильм, многие начали смотреть, тоже хотим так же, ну, что там, 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 еще что-то, да, вот, а тут, как бы, блин, это круто, все бабы мои будут, подумали, ребята, и, соответственно, пошла вот эта волна. Вторая волна с брейк-дансом, популярность брейк-данса случилась попозже, лет, наверное, через 10, когда хип-хоп-команда Табуги Крю, пропагандисты танца, начали, выпустили, это веселое, это хорошее, ребята, это Дабуги Крю, а может, да, может, Дабуги Крю назывался, если не видели, обязательно посмотрите, они там танцуют брейк-данс, и я лично знаю людей, как? Вы хотели партию, да, вы хотели партию найти, вот, да, соответственно, они там танцуют брейк-данс, показывали, по-моему, в ТВ, эти вещи не было, и люди в интернете тоже, они увидели новый танец, и лично я знаю двух людей, которых этот клип спас от тюрьмы, и там банкомании, и прочее, и прочее, и прочее. Человек пил гулял в дебошину, увидел, значит, музон, ему очень понравился, лично видел, знаю двух человек, которые начали купить наши где-то алгоритм, и начали, значит, крутить гелик, и т.д. и т.п., и тем самым у них жизнь, вот, вот, лично знаю этих двух людей, маленьких были, были маленькие, но как маленькие были, лет 13-14 было, спасло их от плохой жизни. Следующая история, я думаю, что сначала просто песня, чтобы проникнуться, а потом мой рассказ, если не уж так, конечно, еще. Классный жамузон. То есть, когда Мадонна делала хаос. Ильта. Ильта. Строй. 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 Продолжение следует... 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 И, соответственно, оттуда пошла такая штука, которую потом начали называть таким, сейчас я включу критика, хардкор континуумом, то есть из джанга появился, эволюционировал драм-н-бэйс, драм-н-бэйс эволюционировал миллион разных стилей в драм-н-бэйсе, для обычного человека это совершенно одинаково, что то, что это, пожестнее, это помедленнее, но не важно, все одно и то же, а оттуда появился ту степ Гэй Рэдж, сначала появился Гэй Рэдж, как английский вариант гаражного хаоса, а в Америке, значит, англичане стали Гэй Рэдж, из Гэй Рэджа появился ту степ, из ту степ появился даб степ, а дальше появилось, ну короче, все идет, и там миллион, миллион разных подстилей, поджанров, это все неинтересно, важно другое, что в 93-94 годах рэйф и вся эта история с техномузыкой, она была, ну, как бы, да, классная, это уже только в Европу ушло, а вся она плясала под драм-н-бэйс, чисто брюанская музыка, которая, я думаю, что уже, вот посмотрите, опять же, конец рэйфа, видимо уже, что люди отплясали уже, ну, еще кто-то доплясывает свое... Другой танец Ноги одевались вот так вот, военной штаны, и... И рэйфа uses Субтитры делал DimaTorzok 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 Мы не знали про то, как танцевать и прочее, но на танцполах конкур-вечевидных в Москве танцевали примерно так же. Такие довольно мрачные молодые люди. Вот видите, Харкур сейчас видимо трогает опять сердца. Окей, двигаемся дальше, там осталось чуть-чуть совсем. В 2006 классе первое, они употребляют тоже, да? Они очень сильно употребляют, да. Там невозможно было, представьте себе, 8 часов на рейвах. Посмотрите, не знаю, можно будет просто посмотреть видео с того времени, кто-то снимал на камеру, как они там танцуют, и какие у них зрачки. А второе, пожалуйста, разделяем 140 для тебя? Даже больше. 140 – это нижняя планка. А там от 140 и поехало дальше. То есть, да. И вот на 140, 160… Вот. 180-200 – это вот, как бы, были такие, вот, 180, да. Самый жесткий и самый быстрый трек на свете записал Moby, который называется Thousand, там тысяча ударов в минуту. Там трек, там ничего не стоит, но просто thousand. И там б-б-б-б-б. И он так вот ходит, вот тысяча ударов в минуту там есть. Ладно, двигаемся дальше. А то у нас, получается, комфортно. Расскажу еще немножко про специальную историю, чисто российскую. Ну, даже вот так буду рассказывать. Танцевальная… Ну, как бы, в России рейв уже пришел в середине… Это новое видео, старого не нашел нигде. В России рейв пришел там в начале 90-х. И там начали такие, как бы, танцевальные коллективы, так называемые, ну, больших клубов. А в андеграундных клубах в конце 90-х, во второй половине 90-х, стали такие, как бы, психоделические перформансы даже, танцевальные коллективы. Самым известным танцевальным коллективом в тот момент был театр классов, так называемый, как он себя называл. Вот они вот делали специальные такие, на трансовых вечеринках, где играл в психиатре транс, они устраивали, то есть, танцевальное мероприятие, играет диджей. Они где-то там выходили, танцевали, какие-то, значит, все во флюро. Это здесь, я не знаю, какого года видео, но, например, сейчас мы ждем. Ну, вот примерно вот такие вот вещи, все во флюро. И ты, значит, танцуешь, все во флюро, и эти ребята танцуют, выходят в толпу, как-то там делают. То есть, это такой танец, который, танцевальная реакция танца на трансовые, значит, состояния, которые... Они выступали в наших фестивалях, вечеринках, рейлах. Вот, это классно. Крайне симпатичная флюрость, флюорная дизайн. Так, ну и... Ну и, конечно же, мемная история нельзя не закончить мемом. Техно-музыка, вы увидели сейчас хардкор. Техно-музыка имеет маску своих мутаций, от крайне жесткой до крайне умной. И в нулевые, в десятые годы завирусилась история с техно-викингом. Не знаю, видели, не видели, знали, не знаете. Но, тем не менее, это, наверное, последняя штука, которая в мему вошла с техно-кобра, понятно. Но это с танцами вошла. И человек там танцует. На стрит-параде, по-моему, когда еще, может быть, проходили вечеринки. Такие большие рейли, шествия с платформами, где люди танцевали. И вот обычный человек, потом у него брали интервью, говорит, я обычный человек. Просто не нравится танцевать, я танцую. Вот. Так он в истории вошел как техно-викинг. Старое-старое видео, снято еще на древней мобильный телефон. Но, тем не менее. Тааат ность. Тааат ность. Тащак, удар 성공, загляд. Тааат ность. Тааат ность. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok